Спецтехника, рабочие, суета. На месте разрушенной котельной с самого утра работают и спасатели, и полицейские, и газовики. Тепло нужно возобновить в домах в кратчайшие сроки. Как нам удалось выяснить, происшествие на улице Портовая случилось в третьем часу ночи, и в результате была полностью обрушена крыша и целая часть этой котельной. Пока почему так произошло, конкретно нам никто сказать не может, но скорее всего это случилось, потому что котельная была старая. Ее построили еще 44 года назад. На объекте пострадавших нет. Котельную оперативно отключили от газа и также оперативно приступили к восстановительным работам. Теплом котельная обеспечивала 12 домов. Холодные батареи жители не заметили. С утра остыть не успели, днем солнце, а во второй половине дня в подъездах установили тепловые пушки. Изменений пока нет. У нас тепло, сейчас тепло хорошо. Каримас Адыкова живет как раз рядом. О том, что нет отопления, узнала только от сотрудников МЧС. Жарко было раньше, а сейчас не жарко, нормальный. Мень жарко не люблю. Холод любится? Средний. Чуть-чуть, так холоднее стало. Сейчас уже электрические печки есть. Холодно стало. Холодно в квартире стало. Ну и обогреватель включили. Прошли по каждой квартире. Уточнили, необходима ли какая-то помощь по отопительным приборам, по лекарствам. Это то, что касается людей с ограниченными возможностями. На место приехал и мэр Казани. Иль Сурмешин осмотрел, как идут восстановительные работы. Начались подвижки фундамента. Отошла стена и обрушилась перекрытие. Принято решение, пока идет работа, подать тепло в дома из другого источника. От соседней котельной теплоноситель подаем вот сюда, на угол этой котельной. И тепло к концу дня стоит задача в квартиры подать. Внеплановое совещание прошло в доме правительства республики. Задача номер один – не допустить больше подобное нигде. Я прошу узкие места специалистов именно теплового хозяйства, энергетического хозяйства, газового хозяйства еще раз силами своих специалистов проверить и организовать дежурство и аварийные бригады быстрого реагирования. Специалисты оценивают состояние котельной. Есть ли смысл восстанавливать поврежденные котлы? Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова